Румынская кухня является одной из самых недооцененных в мире. Об этой балканской кулинарной культуре мало говорят, но своими потрясающими блюдами она не оставляет равнодушным ни одного туриста. Восторженные отзывы тому подтверждение. Превратившись в симбиоз различных кулинарных направлений, румынская кухня достигла пика вкусовых качеств, сытности и относительной простоты. В общем, румынская кухня очень похожа на флаг этой страны. Она яркая, простая, отлично сбалансированная, но при этом невероятно вкусная. Давайте же узнаем, какие блюда пользуются популярностью на родине всемирно известного графа Дракулы. Номер 10. Буллс. Всемирно известная румынская мамалыга представляет собой кукурузную кашу и одновременно гарнир ко множеству местных блюд. А на ее основе готовят потрясающее местное блюдо под названием буллс. Для его приготовления мамалыгу скатывают в шарик, наполняют сливочным маслом и румынским сыром, а затем жарят на гриле, сковороде или запекают до тех пор, пока снаружи не образуется хрустящая, слегка обугленная корочка. Также в начинку часто добавляют кусочки бекона или ветчины, чтобы блюдо было более сбалансированным. Процесс обжаривания позволяет сыру расплавиться и превращает блюдо в невероятно сытное кушание. Номер 9. Дроп. Это традиционное румынское пасхальное блюдо готовят из бараньих субпродуктов, а также смоченного в молоке хлеба, зелени, яиц, овощей и дополнительных ингредиентов. Вначале смесь превращают в фарш, а после формируют из него рулет. Смесь помещают в сальник или в листы теста, а затем запекают. Дроп подают к пасхальному столу в холодном виде и смакуют, смазывая горчицей. Из-за сходства с популярным шотландским деликатесом это блюдо часто называют румынским хагисом. Номер 8. Папанаши. Румынская кухня славится большим разнообразием сладкой выпечки и десертов. По понятным причинам обо всем мы рассказать не можем, поэтому выделим сладость, которую всем сладкоежкам следует попробовать в обязательном порядке. Папанаши – это традиционные румынские пирожные в форме пончиков с небольшим углублением сверху, в которые помещается еще один круглый пончик, но меньшего размера. Обычно в тесто добавляют местные виды сыров, после чего пончики жарят или варят, а затем подают, поливая вареньем и сметаной. Эти румынские творожные пончики очень нежные, воздушные, тающие во рту. Номер 7. Сарамура. Благодаря водам Дуная и выходу к Черному морю, румынская кухня пестрит изобилием рыбных блюд. Большинство из них были заимствованы из других кулинарных традиций и не отличаются особой сложностью. Однако самым популярным и самым что ни на есть румынским является сарамура. Сарамура – это аутентичное румынское рыбное блюдо, рецепты которого отличаются в зависимости от региона. Тем не менее традиционный рецепт предполагает вначале готовить рыбу на гриле, а затем вымачивать или тушить ее в рассоле, либо подавать в соусе на основе рассола. Приготовленная рыба подается, как и большинство румынских блюд с мамалыгой. Кстати, будучи в Румынии следует непременно попробовать еще один местный рыбный деликатес под названием салат из икры. Его готовят на основе икры карпа, трески или щуки, а также масла, лука, лимонного сока и газированной воды. Номер 6. Борщ и черба. Несмотря на свое название, румынский борщ не имеет никакого отношения к славянскому густому супу. Румынский борщ представляет собой жидкость на основе ферментированных пшеничных или ячменных отрубей с характерным кислым и слегка острым вкусом. Эта жидкость является основой целой группы румынских густых супов под общим названием черба. О чербе мы уже не раз рассказывали в других наших роликах о различных балканских кулинарных культурах. Румынская черба – это настоящий предмет гордости местной кухни и главное первое блюдо страны. Румынские густые супы отличаются от других видов чербы своим отчетливым кислым вкусом, который образуется благодаря добавлению вышеупомянутого румынского борща или квашеной капусты. Румынские чербы подразделяются на множество видов в зависимости от главного ингредиента, среди которых могут быть различные овощи, мясо и рыба. Самыми популярными видами являются следующие чербы. Черба с говяжьим рубцом. Черба с фрикадельками и свиного фарша. Черба с бобами и копченой свининой. Черба с овощами, сыром и молочной сывороткой. А впрочем, пробуйте любые местные виды этих густых супов, все они здесь изумительно вкусные. Важным дополнением к румынским черба выступает сметана, традиционная чесночная заправка под названием муждай, румяная булочка и всевозможная зелень. Номер 5. Сармали. Сармали – это румынский вариант знаменитого на весь мир интернационального блюда в виде рулетиков из капустных или виноградных листьев, фаршированных разнообразной начинкой. В Румынии самый популярный вид сармали готовят из листов квашеной капусты, заполненной смесью на основе мясного фарша, риса и зелени. Самые вкусные сармали – это те, которые медленно готовятся в глиняных горшочках в духовке, покрытые небольшим количеством воды, небольшим количеством капустного рассола для кислинки и кусочками традиционного бекона для вкусного дымного оттенка. Закуска получается сочной, нежной и сытной. Эту национальную еду в Румынии нужно попробовать с гарниром из мамалыги. Сармали на сегодняшний день является самым популярным блюдом в Румынии для особых мероприятий, таких как свадьбы и фестивали. Номер 4. Плацинда. Это любимое среди румын блюдо представляет собой жареную лепешку с пикантной или сладкой начинкой. Для начинки можно использовать самые разные ингредиенты, в том числе брынзу, сладкий сыр, картофельное пюре, шинкованную капусту, яблоки, джемы и вишню, и это лишь некоторые из возможных дополнений. Текстура и консистенция плацинды может варьироваться от легкой и пушистой, до рыхлой и хрустящей. В зависимости от начинки и способа приготовления плацинду можно употреблять как закуску, десерт или легкое основное блюдо. Обычно она считается вегетарианской, однако ее нередко наполняют мясом, например, измельченной курицей. Номер 3. Мититеи. И хотя по всей Румынии готовят изумительные местные виды шашлыков из разного вида мяса под общим названием фригоруй, однако самым вкусным блюдом на гриле по праву считается мититеи. Они представляют собой жареные на гриле мясные рулетики на основе баранины, свинины или говядины, а также целого букета специй. Во время жарки колбасок в воздухе витает фантастический аромат пряностей и мяса. Мититеи являются главным блюдом румынской кухни, приготовленным на открытом воздухе и в придорожных ресторанах. Горячие, сочные и наивкуснейшие мититеи идеально сочетаются с картофелем фри, ложкой желтой горчицы и холодным пивом. Номер 2. Тачитура. Это традиционная румынская рагу готовят из различных видов мяса, среди которых свинина, говядина или курица. Некоторые варианты также могут включать колбасы, субпродукты и бекон. Большинство разновидностей этого блюда содержат лук, чеснок и вино, однако выбор специй и использования особого томатного соуса обычно зависит от региона страны. Практически обязательным дополнением к блюду выступает румынская мамалыга. Также тачитура часто сопровождается яичницей и тертым местным сыром. Номер 1. Пастрами. Пастрама или пастрами является одним из самых популярных копченых продуктов в мире. Однако многие забывают о ее истинных истоках. Румынии, где она собственно и появилась, хотя и не без османского влияния. Эту гордость румынской кухни по традиции готовят из говяжьей грудинки и свинины, а иногда из баранины или индейки. Сырое мясо солят, частично подсушивают, приправляют травами и специями, а затем коптят и готовят на пару. И хотя пастрами можно лакомиться в качестве самостоятельной закуски, однако в Румынии этот деликатес зачастую подают в виде сэндвича. Румяная булочка, свежие овощи, маринованный огурчик, расплавленный румынский сыр, пастрами и умопомрачительный соус. Сочетание поистине фантастическое. А какое блюдо румынской кухни вы бы хотели попробовать? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока. Все ссылки находятся в описании к этому ролику.